итак братья и сестры и просто добрые люди всем кипаса всем привет не забываем санька diablo r1 пацаны помним саню память жива человек жив пока мы его помним и пока о нем говорим вот чё ребята уже 15к скоро сделаю видео с розыгрыша и в этом видео как участвовать просто пишем комментарий просто любой комментарий нам участвую что-нибудь такого и чей канал чей аккаунт я буду заходить переходить на ваш аккаунт и у меня там будет видно этот самый лучший комментатор столько комментариев сколько-то лайков вот у кого больше лайков тот выигрывает первое место у кого чуть поменьше 2 у которого чуть поменьше 3 я отправляю все почты вам на ваш адрес все призы так но это ребята будет чуть-чуть попозже сейчас пока я маленько занят вот сегодня решил выехать на мотоцикле ребята сейчас еду за палаткой вот собираюсь тут такая знаете кемпинг кемпинг потому что когда я скоро же ну по крайней мере планирую поехать и вот мне нужно будет палатка для кемпинга вот так что спать буду я в машине но палатка мне нужно вернее не просто палатка а очень большая такая пала . да чтобы ее можно было поставить типа знаете как шатер вы знаете как выглядит шатер вот такая вот типа здоровая что можно было поставить там столик стульчик сидеть отдыхать где-нибудь на красивом месте на берегу да ну или там в горах да вообще пофиг где где красиво вот и вот это вот ребят короче эту за палаточкой братах от проезжает надо пропускать вообще я всех пропускают в городе ребята 60 край я повторяюсь я такой человек с детства увидел в фильм перевозчик да с тетхэмом о и короче создал себе свои правила и их я не нарушаю если ты нарушаешь собственные правила то это ты нарушаешь свой закон а мой закон не нарушать собственные правила вот городе 60 небольшая скорость все хватит больше вам не нужно город не для гонок хотите погонять выезжайте за город выбирайте такое время чтобы было по минимуму трафика вот и тогда можете маленечко отжечь иначе же для чего нужен мотоцикл спорт вот если бы у вас был мотоцикл эндуро да или там тур эндуро вы просто бы путешествовали и кайфовали бы бездорожьем и красивыми красивыми местами куда вы сможете проехать куда не сможет проехать автомобиль туда вы сможете проехать на двух колесах на своем мотоцикле любимом вот так что ребята давайте соблюдаем дистанции в городе раз уж мы двигаемся на спорте или на любом другом мотоцикле да даже вообще пофиг даже на скутере ребята вас просто могут не заметить или второй вариант вас специально могут подрезать специально специально не исключайте я вот это вот в мозгах у меня этот пунктик на первом месте то что вас могут подрезать специально вот и второй пунктик вас просто могут не заметить вот и третий пунктик у всех людей нет прав и все там ну как говорится вообще вот не умеет ездить вот так что нужно быть максимально осторожными и вообще аккуратно и не гонять на мотоцикле по городу тем самым вы сохраните жизнь себе и другим людям вот вот это вот правило вы должны никогда не нарушать я думаю вы поняли о чем речь я стараюсь это всего придерживаться и стараюсь не нарушать своих правил а то что вы видели где-то я еду там через сплошную где-то еще что-то я еду во первых очень медленно это раз и я еду же не просто так у меня греется мотоцикл потому что мотоцикл литр спорт он в городе греется вы не представляете как нагревается у него рама почти до 100 градусов и она просто вам жарит пляжки даже через джинсы вот если вы вот это не представляете вы это не поймете когда их из-под рамы херачит температура больше ста градусов 110 да вы вот это вот не поймете и поэтому некоторые пишут ты что там блин по пробкам едешь да потому что греюсь потому что я жарюсь вот поэтому я еду вот и мне тоже по кайфу ехать а не стоять ведь иначе если было бы мне в кайф стоять я наверное бы ездил бы на машине и не купил мотоцикл да наверное друзья я думаю вы понимаете о чем речь видите как я еду меня даже машины обгоняют о чем речь ребята я не удивлюсь если еще меня велосипедист где-то обгонит на каком-то месте чувак на велике я тебе советую купить какой-нибудь шлем велосипедный даже такой самый легенький потому что мало ли чё кто его знает кто его знает так вот здесь где-то меня ждет парень с авито мы с ним по созвонились у него повадочка и сейчас мы посмотрим и сказал новое абсолютно даже не раскладывал нигде в походе в лесу так вот надо посмотреть комплектность потому что новое новое хотя он наверно продает зарабатывает этим у полу полу папа девочка в красном сидит в платье и я на нее смотрю и теряю свое сознание потому что она очень 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 заворожила меня опа-опа-опа-опа мы увидели кота коз там был непростой а с цепочкой золотой не ночью сегодня погодка в принципе кайф чё пацаны принципе кайфово можно по дубасить ну покататься именно по дубасить басить так ща мы его наберем валют сергей ну я подъехал короче у акламова вот дем напротив вот можно сказать у затемненные вот это вот ну вот короче у затемненный где тележки ставит у поликарбоната все жду ладно чем давайте пацаны включить попозже так ну чё пацаны забрал палатку посмотрите в отражение блин отражение вообще трешняк да смотрите пацаны там еще и лямочки короткие но она и она не рюкзачная это просто за ручки зацепили мне можно было свой рюкзак и не брать блин вообще треш да ребят вообще треш блин как я поеду мне уже блин плечи жмет еще посмотрим может посадка спартовская посадка что исправит потому что же лежа вот так вообще треш да ребят смотрите как джаггернаут джаггернаут реально блин опа да тут можно поднатереть хотя здесь наклеечка баг мне уже жарко ребят становится ладно поехали да я думаю доеду до дома в принципе так то должен блин у меня мой рюкзак уже падает все вряд ли я доеду короче ребята надо что-то думать с креплением не так точно не варик короче вот так вот пацаны можно было рюкзак и не брать мой по идее ну ладно чё поехали чё чё куда деваться то поедем чё других вариков нету пацаны блин как вообще треш как плечи жмет это вообще трешняк вообще трешняк пацаны не реально жестко так ехать ну в смысле жестко я не короче не смогу добраться ну мне надо добраться смогу не смогу но мне надо добраться надо надо пацаны по-любому по-любому деваться некуда братва вообще треш я даже башку не могу задрать блин то что сзади палатка я представляю что у меня будет через час с плечами с плечами ну ладно чё вообще пофиг тогда ладно блин надо было по другому маршруту ехать ну хотя ладно чё посмотрим да ну в принципе чё в принципе чё ну по гайцы 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 ульяновска сам и лучшие гайцы ни одного мотоциклиста не тронули Вообще трэш Не, ну чё, чё, пацаны Вот доля правды Очень большая Ааа, как у меня плечи Особенно, когда медленно едешь На скорости как-то переваливаются, что ли Да, кстати Ой, вот это жёстко Вот это жесть И вот это сжёгало Палаточку, пацаны, купил, ништяк Здоровая такая То, что я люблю С тамбуром таким, прям большая Туда можно столик ставить Два стулика, один столик Даже три стула Три стула можно поставить Вообще кайфовая Большая, огромная, короче, по ваткам На четверых И плюс тамбур для обеда Короче, увидите всё, ребят Да вообще чё-то Вообще чё-то в городе движухи нету Нормально Движение чё-то сбавилось Ну ништяк, чё-то сегодня чё-то Сегодня воскресенье чё, да, в принципе Субтитры далеко Да что, блин, да можно привыкнуть, что? Ну, жестко, жестко, конечно, обжимается, вообще жестко. Блин, плечи узкие, лямочки на ручке. Ну, для ручки они нормальные, но, чтобы за спину повесить ее, это вообще не варик. Опа! Мне кажется, у меня посадка вообще пипец какая, блин. Ну-ка, отражение соседней машины видно, нет? Не, ни хера не видно. Вообще трэш. Блин, погода сегодня клайф. Кайфовая. Да уж, пацаны. Уже ощущаю, блин, дискомфорт конкретный. Так, ладно, блин. Блин, башку-то задрать не могу даже выше. Ну, я как сейчас, как турист на спортбайке, пацаны. Турист на... не спорт туриста, а турист на спортбайке. Еду в Магадан. Ой, это самое стоять, самое худшее для меня стоять. Вообще трэш. Вообще трэш. Ой, блин, как у меня плечи жмет, вы бы знали. Вообще трэш. Она прям в натяжку, прям мне, в позвоночник. Хотя... Хотя она осанку выпрямляет. Значит, уже один плюс есть. Уже нормально, чё? Да, вообще, пацаны, жестко. Сейчас, да-да, рюкзак оставлю. Ну, давайте, давайте, давайте. О, начинаешь ехать ещё более-менее. А стоишь, это вообще трэш полнейший. Полнейший трэш. Я в Междуряде это, блин, с такой, блин. Да, мне сзади чувак уступил. Спасибо. Да, прям я увидел себя в отражении вообще трэшняк. Турист, в натуре турист. Не, ну, можно доехать, конечно, ну, блин. Ну, наверное, не больше, чем сотку придётся ехать. Хотя, 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 да, скорее всего, да. Потому что по-другому никак. Да, обгоняйте вы меня, обгоняйте. Не еду я быстро. Я в городе больше 60, не стараюсь вообще не двигаться. Ну, мне незачем, ребята. Так что обгоняйте, обгоняйте, обгоняйте. Блин, смелее. 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 Играет музыка Наконец-то трасса Наконец-то трасса Вообще трэш Вообще трэш Так, что у нас здесь по трассе-то? Ремонт Да ладно, ребят, нормально Можно и потерпеть Ох ты ж, нифига себе Ничего себе Нифига себе тут прям Делают так Вообще классно 10 килограмм на спине, пацаны Еще давят Еще утягиваются лямками Трэш Вообще конкретно здесь ремонтик-то Да Конкретный Итак, ребята, на мотоцикле пробивает 47 тысяч километров Смотрите дату Сейчас будет 47 к пробега общего А брал я мотоцик было 35 Прикиньте, сколько я уже накатал И то я когда-то 2020 особо не катался Так как валялся дома на 2 месяца, блин После ДТП Ну же Бэйби Опа Красава Пробежек растет Ну в смысле Это не то, что будет так прям круто Но это прикольно 47, пацаны 3.0 Четенько Все Кайф, бэйби Ладно, ребята Попойте включусь